С вами Владимир, в сегодняшнем видео я вам расскажу об автономности iOS 14.2 Итак, я ее протестировал чуть меньше суток, что я могу сказать? В принципе, хорошо отработало, довольно-таки плавные, стабильные, синтетические мультимедийные тесты подросли от предыдущей версии Какие здесь обновления? Коснулось именно iPhone 12, то что касалось по записи HDR видео Теперь можно это HDR видео перекидывать между iPhone 8 и выше, редактировать их, но записывать, как вы понимаете, вы сможете только на iPhone 12 12 Pro и тут ничего не поделаешь Давайте же мы с вами посмотрим на показатели батарейки Вот, что мы здесь видим? Мы видим то, что я в пол первого зарядился на 100% и попользовался телефончиком Вот это те данные, которые у меня сейчас есть Вот, все равно, видите, подлагивание есть Я всегда это проверяю в энергосберегающем режиме, так как показатели уменьшаются И мы здесь можем проверять то, что у меня на iOS 14.1 таких лагов не было На iOS 14.2 есть Как бы сказать, как себя ведет батарейка, наверное, даже чуть хуже, чем iOS 14.1 Поэтому я вам не рекомендую устанавливать данную версию iOS Оставайтесь на прежней, кто на 14.1, кто на 13.6 или 13.7 Оставайтесь однозначно, никаких обновлений не делайте Да, здесь есть пару фишек, но они не стоят того, чтобы вы жертвовали своим телефоном, своим временем, батареей и так далее Кто уже конкретно еще не сидит на iOS 14, сидит на 13.6, 13.7 Оставайтесь на этой пока еще iOS, еще слишком рано переходить вам на iOS 14 Вот, как-то так Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok